Привет, друзья! Вы на канале Фанни Энни. И совсем не знаю, на просторах интернета появилась информация о новой серии Лоу Пэнс. Это уже четвертая серия полюбившихся всем сюрпризам. И называется она Декодер. Если вы уже ждете эту серию, обязательно ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Производитель MGA Entertainment предлагает нам поиграть в следопытом. И с помощью специальной лупы, которая, кстати, является одним из сюрпризов новой серии, открыть все тайны новых игрушек, прочитать секретные сообщения и внимательно изучить упаковку и лист коллекционера, чтобы узнать, о каких питомцах нам ждать во второй и третьей волне. Кроме волшебной лупы, у новой серии Лоу Пэнс есть еще одна особенность. У наших любимых куколок появятся не только привычные всем питомцы, собачки, кошечки, зайчики и хомячки, но и экзотические. Сова, скунцы и даже ежик. Также коллекция пополнится милыми поняшами. Как же без них? Обязательно напишите в комментариях, каких животных вы любите. Меня так заинтриговала новая серия Лоу Пэнс, что я решила посмотреть, кто из знаменитостей любит таких питомцев, порой очень экзотических. Ну что, поехали? Знакомьтесь. Это совята. Энджел Бинкс, питомец куколки Ангел. И Тичес Оуэл, питомец-учительница. Новые питомцы очень похожи на своих хозяев. Питомица Ангела такого же нежно-розового цвета. Прям милашка. А питомец-учительница в очках. Наверное, это мудрая сова. Так кто же из знаменитостей любит сон? Ну конечно же, это Гарри Поттер. И его белая почтовая сова Букля. И английский актер Генри Кавилл. Супермен с совой. Очаровательные скунцы. Ле Скунк Бибей и Мисс Скунк. Питомцы. Снагл Бэйби и Мисс Панк. Наверное, вы подумали, как скунс может жить дома. Он же неприятно пахнет. И правда. Скунсы в случае опасности вырабатывают секреты, которые имеют очень плохой сон. Так они защищаются от врага. Дома же им бояться совершенно нечего. И они становятся очень милыми, пушистыми домашними зверьками. И совсем не воняют. Ким Кардашьян и Ник Кена очень любят скунсы. Ким Кардашьян наряжала своих детей в забавные костюмы скунсы. А Ник Кена сделал себе прическу скунс. Как вы думаете, стоит ли им завести этих милых зверьков у себя дома? Напишите в комментариях. У Чики Бэй появится колючий друг, ежик в черных очках. Вот это домашний питомец. Даже погладить не получится. Такой же питомец есть у студентки Каролин Парки из штата Юта, США. Карликовый африканский ежик по кличке Хаф с вампирской улыбкой. У него есть клыки, которые сделали его самым милым ежом в Инстаграм и прославили на весь мир. Также новая серия нас порадует поняшками-милашками. Де Пони – питомица королевы. И Шоу Пони – питомица Шоу Бэйби. Де Пони – с блестящей кривой хвостом, как и подобает королевской Пони. А Шоу Пони – с эффектным пером, чтобы выступать на шоу вместе со своей хозяйкой. Неравнодушен к поняшам и Брэд Пи, который подарил всем своим шестерым детям Пони. У куколки Шугар Квик появится сразу два питомца. Шугар Сквик и Шугар Сник. А мне кажется, что это две маленькие мышки. А вы как думаете? Обязательно напишите. Судя по листу коллекционера, они будут очень редкими. Поэтому ждем золотой шар с этими мышками-малышками. Как вы думаете, они поместятся в одном шаре или придется искать два шарика? Кстати, совы питаются мышками. Поэтому питомцам Шугар Квик стоит остерегаться питомца Ангела и Учтеница. В новой серии, так как и в предыдущих, будет хомяк Коко Хэмп, питомец Кокнад Кьюти. И Мимимишные кролики. Сноу Бани, питомец Сноу Энджел. И Хоп-Хоп Спринс, питомец Принс. У Джастина Бибера был пушистый друг Хобяк Бэк, которого он подарил своей фанатке. А ушастых кроликов полюбили актриса Джессика Альба и модель Кара Делевини. Кошечками МГА Интертеймент нас тоже порадует. Ждем питомцев для Бэйби Доу, Кози Бэйб, Полельщицы и Фанки Кьюти. Мне кажется, самой милой получилась Китти Доу с бегудюшками. А вам кто больше понравился? Напишите в комментариях. Большая любительница кошек Пенелопа Круз. Она подбирала своих питомцев прямо на улице. Поэтому они не породистые, а самые простые и обычные животные. Перрис Хилтон тоже любит пушистых друзей, но отдает предпочтение породистым кошкам. Да-да, у нее не только множество маленьких собачек, но и целых четыре роскошных кошек. Еще в новой серии нас ждет три собачки. Тачдаун Рафери для куколки Тачдаун, Дон Пуч для куколки Рассвет И очень редкая Даг Рейвен для куколки Сумерки. Ждем еще один золотой шар с ночной собачкой в милых черных очках. У Леди Гага есть такая же собачка, как у куколки Сумерки. Мне кажется, в бульдошке только не хватает черных очков. А у собачек Перрис Хилтон есть даже свой собственный двухэтажный дом с балконом. Думаю, питомцам куколоклоу такой тоже бы пришелся по вкусу. Какого питомца из четвертой серии Даг Рейвен вы бы хотели сместить для своих куколоклоу? Обязательно напишите! И если вам понравились новые питомцы, не забудьте поставить лайк. Всем спасибо и до новых встреч на нашем канале!